Привет! Меня зовут Антон, и каждый четверг я выпускаю новые ASMR-видео на своем канале. Если вы любитель ASMR, я еще не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Мне будет очень приятно. Был я на днях в супермаркете, и я сейчас не пью пиво, но был я около огромного стенда с пивом. Я никогда не видел в жизни такого разнообразия пива, как здесь в Милане. И какого только цвета, вкуса, размера пива там не было. Отовсюду, вот буквально отовсюду, со всех концов мира были бутылки с пивом. Крафтовое пиво, необычный эль. И в среднем бутылка стоила мне от 2 до 3,5 евро на бутылку. Я подумал, почему бы сегодня не сделать такое видео-обзор на разные сорта пива. Я взял 5 очень интересных бутылок, и мне самое интересное, не читая, почувствовать запах, аромат, цвет пива и рассказать его вам. Я думаю, это будет очень успокаивающее видео. Надевайте свои любимые наушники, вы любители пива. И давайте вместе расслабимся. Начну я вот с такой бутылки. Это у нас Polar Monkeys. Polar Monkeys это полярные мартышки, полярные обезьянки. 330 миллилитров, 6 градусов, достаточно крепкая. Это индийский Pale L, это индийский светлый эль. Написано, сделано мартышками, а сварено профессионалами. Индийский, индийское пиво, никогда такого не пробовал. Поэтому давайте вместе. Сейчас покажу поближе бутылку. Вот такая вот красивая бутылка. Ну как, красивая, маленькая, необычная, напоминает мне по размеру мексиканское пиво. Я сейчас не вспомню, как называется точно, но размер и вид бутылочки очень похож. Вы знаете, я не знаю, насколько это крепкое пиво. Запах у него, как у настоящего Пильснера. Обыкновенное светлое пиво, такой аромат. Очень свежий. Немного хлебный, но не очень сильно. Очень интересно. Я не любитель пить пиво из бокалов, в принципе. Для меня я любитель пива, но я не любитель пить его из бокалов. Мне кажется, вкус гораздо лучше, если прямо из бутылки. Поэтому сейчас я делаю так, только чтобы показать цвет и очень интересная, красивая пена. Окей. Пахнет немножко кисловато. Окей. Вкус очень... Это пиво. Но вкус отдает очень сильно грейпфрутам. Я скажу такую вещь даже не очень грейпфрутом, а очень цитрусовым. Даже, знаете, как не столько цитрусовым, сколько косточками лимона или цедрой. У меня пиво стояло в холодильнике два дня. Оно ледяное. Ледяное пиво. Посмотрите. Какое восхитительное пиво. Я обожаю вид ледяного пива, когда бутылочка запутевает и отслаивается этикетка, когда она настолько ледяная. Я сейчас совершенно не пью пиво. Я решил сделать такое вот одно из последних раз, когда я пью пиво. Это сделать для вас любителей пива и как бы себе... себя побаловать и вас порадовать. Боже мой. После первого глотка ледяного пива, даже немножко с цитрусовым, таким батоном, скажем, «Краски мира просто расцветают», но вот так. Очень вкусное пиво. Я сейчас на диете. Я быстро опьянею, потому что на полуколодный желудок пива, оно хорошо идёт, но оно очень пьянит быстро. Давайте попробуем вторую бутылку. Я не знаю, как называется это бельгийское пиво. Чуф или Чуфе, это по-французски. Я по-французски, к сожалению, не умею. Я по-французски очень умею красиво коверкать название. Есть красивый литр 85, огромные бутылки с этим пивом. И выглядят они просто восхитительно. Также с гномом. А я взял маленькую версию. И маленькая версия стоила 3,50. А литр 85, почти двухлитровая бутылка этого пива, стоила... Порядка 18 евро. Я понимаю, да, это бельгийское пиво. И написано... Это крепкое пиво. Так и написано на этикетке. Я хочу знать, почему пиво такое дорогое. И почему пиво с такой вот мультяшной наклейкой. Вот так выглядит бутылка. Вот такая красивая бутылка. Давайте откроем и попробуем. Вы знаете, интересный такой момент. Совершенно нету такого вот прямо аромата. Ничего. Сейчас посмотрим цвет пива. Оно темное, практически как гиннес. Посмотрите, какое темное пиво. Очень тёмное пиво. И такой же немного кислый аромат у него. Пиво крепкое. Пиво очень, очень насыщенный аромат. Очень, очень яркий аромат. И пиво немного сладкое. Единственное тёмное пиво, которое мне очень нравится. Это называется Азлады Пазант. Кажется так. И это не то словацкое, не то славенское пиво. Но точно не чешское. Очень такое. Вы знаете, я не могу сказать, что это богатый вкус. Богатый в плане, что есть такие вот вкусовые ощущения, когда ты думаешь, да, это на вкус очень люксово. Это не этот вариант. Но... Как ни странно, такое вот пиво, оно, мне кажется, не совсем плохо будет к сухой рыбке. Вы знаете, вкус терпкий, как тёмное пиво, но не очень... не очень массивный, если так можно выразиться. Интересный вкус у пива. Мне он очень понравился, на самом деле. Но купил бы я упаковку из шести. Нет, я не думаю. Но так вот, побаловать себя, попробовать что-то новое. Или если вы любитель... Знаете, даже такая ситуация. Если вы любитель тёмного пива, это тоже, наверное, не ваш вариант, потому что нет вот этого вот ярко выраженного вкуса тёмного пива, которое так любит любители тёмного пива. Знаете, как? Тёмное пиво для женщин, мне кажется. Нет? Не знаю. Или для курманов. Очень интересное пиво. Мне сейчас любое пиво интересное, потому что я очень скучился по пиву. Я люблю итальянское пиво перроне. И это у нас... И да, я сказал, тот 350. И это у нас перроне, кран резерва. Я не знаю, как это переводится итальянского. Итальянский я не знаю. И учить его не собираюсь. Для всех моих вопрошающих собираюсь ли я изучать итальянский язык? Нет. 6,6 градусов. Достаточно крепко. Я люблю итальянский. Он как латынь. Очень отдаёт древность. Очень красивая бутылка у перроне кран резерва. Очень красивая бутылка. Давайте попробуем. Какой восхитительный, восхитительный, шикарный аромат пива. Боже мой, какое ароматное пиво. Это, наверное, самое дешёвое пиво из всей коллекции евро-85, наверное. Вот такой красивый, янтарный, свежий цвет. Такой, как я люблю. Очень красивое светлое пиво. запах свежести, запах свежести, запах лета, запах вечеринки. Окей. Неинтересно. Неинтересно. А я не могу сообразить. у него горький, горькое послевкусие. Вы знаете, как горькое послевкусие, как после Хейнекен. Для меня Хейнекен имеет горькое послевкусие. Очень красивая, очень элегантная, очень, именно, правильное слово, элегантная бутылка. Обволакивает язык. Легко бьется. Нет, оно не легко бьется. Обволакивает язык. И очень сладимое такое. Не знаю. У меня конфуз с этим пивом. Я думаю, оно будет еще ужаснее, когда оно теплое. Это, наверное, наименее приятное из всей этой коллекции. теплым это пиво нельзя пить категорически. Для тех, кому интересно, кто вздыхает, у меня всегда меня помогают снимать СМР мои собаки. Так что вам большой привет. Делириум трименс. Вот такое пиво. Интересное пиво. и оно продукт. И это опять бельгийское пиво. Бутылка сделана под камень, шлифованный камень, и выглядит очень интересно. Вот эта тоже бутылка стоит порядка 3.50, наверное. Очень крепкое пиво. Тройная ферментация. Я не знаю, что такое ферментированное пиво. Я не знаю, что такое ферментация в производстве пива. Бельгийское пиво. Очень интересно. Восемь с половиной градусов. Очень крепкое, очень крепкое пиво. Попробуем. О май гад. Вот так вот потрясешь пивом перед камерой, а потом пьешь из горла. ваше здоровье. Вау. Вау. Не буду переливать его, потому что я уже вижу его на стойке. Посмотрите. Проблемы с этим пивом. Попробуем. Нет, я вам все равно покажу, как оно выглядит в стакане. Попробуем. 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 Вы знаете, вкус такой легкий, вкус ароматный, очень пивной, но схватывает немного за язык сразу со всех сторон и крепость пива, очень крепкое пиво. Интересное пиво, красивая бутылка и если его пить, если его пить на вечеринке, то можно, конечно, маленькими глотками просто смаковать, потому что очень-очень вкусное пиво. Конечно, оно сейчас ледяное, но оно очень крепкое и... О, мой гад! Окей, стоит ли пиво 3.50? Я не думаю, потому что для меня цена должна быть оправданной. И когда я понимаю крепость, да, то есть можно поставить набавку на крепость, но за 3.50 в Италии это будет хорошая бутылка вина. А если по скидке, то это будет очень хорошая бутылка вина. Поэтому за 330 миллилитров 3.50 евро я считаю цена необоснованно высокая. Но я решил себе перед этим ASMR. Я не буду ничего читать о этих бутылках пива. Возможно, какая-то легенда стоит за этим брендом. Хотя я не думаю, на вид очень всё крафтово-модерного и... Не знаю. Я люблю пиво, которое... Я люблю пиво, которое идёт с традициями. Люблю Гиннесс. Обожаю вот это. Я не люблю Гиннесс пиво, но я люблю когда... Гиннесс до сих пор семейная компания, насколько я знаю. И... Наверное, потому что я люблю Дафну Гиннесс. Ну, не знаю. Не знаю, но... Люблю когда пиво... Для меня так... К пиву нужно относиться с уважением, потому что это многолетний напиток. И... Со своими традициями, со своими рецептами, со своей историей. И... Когда из пива делают что-то... Вот такое клоунское. Не знаю. Не знаю. Не моя эта тема. Но пиво... Пиво хорошо. Вот эту бутылку я так трясти больше не буду. Самое дорогое пиво из коллекции почти 4 евро за бутылку. Но здесь, конечно, пол-литра из 500 миллилитров. Называется... Традиционно приготовленное легендарное рубиновое пиво. Называется... Hopgoblin. Witchwood brewery. Oh my god. Это значит пиво красного цвета. И оно сделано у нас... Я думаю, это Англия. Хотя... Да, UK. Сделано в Англии. Рубиновое пиво. Посмотрим сейчас рубиновое пиво. Давайте покажу вам бутылку. Очень интересная бутылка. Вот такой... Коблин на... На... Этикетке. И ведьмы летят, выдавленные на самой бутылке. Очень красивая бутылка. Окей. Это дезертное пиво. Дезертное пиво... Это из... В моём понимании... Это когда оно... Пахнет дезертом. А не когда подают его... После обеда. Как пирожок. Насчёт рубинового пива. Ну да. Оно чуть-чуть... Оно коричневое. На грани... Красноватого. Ну спасибо, что не добавили туда пищевый краситель. Чтобы оно стало красным. По крайней мере, оно просто очень насыщенный. Тёмный янтарный напиток. Вот посмотрите. Вот так вот выглядит пиво. Но опять же рубин. Не знаю. Вы когда-нибудь закусывали пиво шоколадом? Вот такое примерно, я думаю, будет ощущение. Окей. Само пиво по себе пьётся как пиво. Но что делает его особенным? Это послевкусие, которое оставляет во рту вкус. Вкус. Я не скажу, что в выпечке. Но... Это пиво менее сладкое, чем, например, пиво номер два. Но чтобы ярко выраженного какого-то послевкусия, я тоже не чувствую. Что у нас написано на бутылке? Full-bodied, well-balanced. Такое... Хорошо сбалансированное. Full-bodied. Full-bodied по-английски обозначает... Такое... Цельное. Оу. Шоколадный тофи. Melt flavor. С привкусом шоколадного тофи. Я не чувствую здесь привкуса шоколадного тофи. Moderate bitterness. Окей. А, приглушённая горечь. И это правда. And a distinctive fruity character. И... Фруктовый вот... При вкус какой-то. And a ruby red glow. Ну, насчёт ruby red... Свечение... Красного рубина. Насчёт красного рубина. Вы видите или нет там красного рубина? Просто очень коричневый цвет. 5,2 процента. Градусом. Вот почему я говорю, я люблю пить пиво из бутылок. Прямо из горла. Мне кажется, если вину нужно подышать, то пиво дышать категорически нельзя. Моя точка зрения. Мне кажется, пиво хорошо ледяное. Прямо из горлышка бутылки. Вот тогда оно отдаёт свой привкус. Тогда отдаёт... Вернее, не привкус. Тогда отдаёт свой полный вкус. Без примесей. Кислород плохо для пива. Называется flat beer. Пиво без пузырьков. Это всегда плохо. И поэтому я считаю, это пиво нужно точно пить ледяным. И прямо из горла. Вот были мои пять бутылок пива. Я сейчас покажу пробки. Вот обыкновенная голубая пробка. Это пиво. 8,3% из хлебости. Которое мне было тройной ферментации. Это пробка у нас от Хоп-Коблина. Здесь у нас изображён золотой Коблин на тёмно-синей крышке. Пирони. Гран-резерво. Классическое. Но итальянцы умеют делать элегантные вещи. Даже пиво у них выглядит очень элегантно. На чёрной крышке золотом. Классика жанра. Арктик-монки. Вот у нас просто мордочка обезьяны на чёрной крышке. Вот так выглядит пробка. Ну и вот эта вот детская пробка от Brésiré de Achieve. Я не знаю, как правильно я произношу по-французски. Нет, моя сестра из Монако, наверное, упьёт за мной французский. Но вот так выглядит. Сегодня среда ночи, наверное, три ночи. Я и мои две собаки снимаем для вас ASMR. Сейчас я пойду вытащу карточку из своей камеры и буду делать монтаж для вас, чтобы завтра с утра выложить это ASMR-видео. Если вам понравилось такого плана видео, пожалуйста, поставьте палец вверх. Мне будет, честно, очень приятно. Прокомментируйте. Может быть, для следующего пробного теста биво напишите какие-нибудь редкие, интересные названия биво. Я больше чем уверен. В Милане продаётся всё. Ещё раз спасибо, что смотрите. Огромное спасибо. Спасибо, что комментируете. Спасибо за ваши пальцы вверх. Я вас всех очень сильно люблю. Я желаю вам наступающих шикарных-шикарных выходных. Сегодня такое, знаете, пивное ASMR. Поэтому хорошо вам завтра выпить. Завтра пятница. Хорошо вам выпить в субботу. Повеселитесь. Выходные для этого и нужны. И обязательно вам спокойного и расслабленного четверга. Ещё раз спасибо всем, кто смотрел. Мне честно очень приятно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok